Друзья, всем привет! С вами вновь компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Мы продолжаем нашу серию коротких технических роликов, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. И герой нашего сегодняшнего ролика это Subaru Legacy 2011 года выпуска в кузове BM с мотором 2,5 литра и вариаторной трансмиссией. В данном кузове Subaru Legacy выпускался в период с 2009 по 2015 год, пережил рестайлинг. Также имелась версия с кузовом Universal и версия Outback, которая всем очень-очень хорошо известна. Она продавалась вместо Universal в Российской Федерации официально. Разница по агрегатной базе здесь отсутствует. То есть то, что мы сегодня проговорим по двигателям, коробкам и полному приводу по Subaru Legacy, также применимо и к Subaru Outback. Разница в подвеске. На Legacy Universal либо седан Clearance составляет стандартный для легкового автомобиля 150 мм. У Outback этот показатель выше 213 мм. Первый вопрос это кузов. Что касается качества окраски кузова, сколообразования и стойкости к коррозии, то в данном случае Legacy Outback не лучше и не хуже, чем многие свои одноклассники. Лакокрасочное покрытие достаточно тонкое, порядка 100-120 микрон. Царапается оно довольно легко, сколами также покрывается быстро, если человек часто ездит по трассе. При осмотре обращайте внимание на абсолютно стандартные для всех автомобилей места пороги, низы дверей, колесные арки. Ну и не поленитесь посмотреть под капотом на предмет отсутствия коррозии на внутренней части подкапотки, на брызговиках и так далее. Также по отзывам в интернете можно сделать определенный вывод о том, что Outback данного поколения, так же как и Legacy Wagon, имеет не совсем достаточную жесткость кузова на кручение. Решается эта установка распорок, встречается большое количество вариантов, достаточно бюджетных от отечественных производителей. Но если вы не планируете использовать автомобиль на бездорожье и не участвуете в кольцевых гонках, то в принципе этот вопрос вас заботить не должен. Переходим к агрегатной базе. Что касается двигателей, под капотом Legacy данного поколения могло располагаться три варианта бензиновых моторов. Первый это EJ204 объемом 2 литра мощностью 150 лошадиных сил. Второй двигатель, как в нашем случае, это EJ253 объемом 2,5 литра и мощностью 167 лошадиных сил. Ну и третий вариант, достаточно экзотический, это EJ255, турбированная версия, мощностью 265 лошадей. По коробкам передач двухлитровый мотор мог агрегатироваться с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором. Двухсполовинчатый двигатель в данном варианте идет безальтернативно с вариатором. И версия с турбомотором имела автоматическую трансмиссию. Двигатели серии EJ, это двигатели достаточно старинные, в хорошем смысле этого слова. Корнями они уходят в далекий 96-й год, когда дебютировала первая версия с названием EJ25D. В данном случае мы имеем четырехцилиндровый оппозитный двигатель. Блок цилиндров у него выполнен из алюминия, чугунные гильзы. Привод ГРМ на EJ ременный, ремень подлежит замене раз в 100 тысяч километров пробега, но лучше даже до этого пробега не дотягивать, своевременно контролировать его состояние и менять. В данной версии наш 253-й двигатель, это последняя его модернизация. Что мы имеем здесь? Мы уже имеем электронную дроссельную заслонку, датчик массового расхода воздуха во впускном коллекторе вместо датчика абсолютного давления. Здесь у нас уже пластиковый впускной коллектор. Данный двигатель имеет систему регулирования высоты подъема клапанов АВЛС на впускном распредвалу. Распредвалов на нем, собственно говоря, два по одному на каждую голову, то есть это СОХ-версия двигателя. Двигатель отличается невысокой степенью форсировки, всего 167 лошадей, и отличается достаточно большим ресурсом. При условии использования качественного масла и его регулярной замены, а замену на данном двигателе рекомендуется осуществлять никак не позже, чем в 7-7,5 тысяч километров пробега, данный мотор способен отходить порядка 250 тысяч, возможно, даже более. Увеличенные интервалы замены масла на данных моторах чреваты залеганием маслосъемных колец и, как следствие, прогрессирующим масложором. Вообще в исправном состоянии 253-й мотор в атмосферной своей версии подъедать масло не склонен. Что касается проблемы, связанной с стуком четвертого цилиндра на 253-м моторе, для атмосферной слабо форсированной версии данная беда не столь характерна, как для турбовых моторов, где и сам по себе ресурс до капиталки может и не превысить 100 тысяч километров пробега при условии правильного использования турбодвигателя. В данном случае вероятность того, что мотор у вас застучит при соблюдении всех необходимых регламентов по его обслуживанию, примерно такая же, как и на любом другом бензиновом двигателе. Однако при осмотре автомобиля, который вы собираетесь купить, не лишне будет все же завести его на холодную и послушать двигатель на наличие или отсутствие посторонних шумов при работе. Что касается течи масла, данные двигатели в основном могут страдать от течи масла по передним сальникам, по сальникам распредвалов. Соответственно, масло будет собираться под лобовиной, оттуда течь. И второй вариант – это прокладки клапанных крышек. Намного реже, чем, скажем, на ЕЗ-30-х, шестицилиндровых, которые стоят на 3-бэках, на 3-литровых аутбэках и так далее, здесь встречаются подтеки по прокладкам головок блока цилиндров. Единственное, что стоит отметить, данный двигатель, как и, по сути, любой современный мотор с алюминиевым блоком, очень-очень не любит перегрева. Поэтому, если вы смотрите для себя Subaru Legacy либо Аутбэк с 253-м мотором, все же отдавайте предпочтение тем экземплярам, где двигатель сухой. Про двигатель, в принципе, основные моменты сказали. Давайте проговорим, на что обратить внимание при покупке такого автомобиля, в том, что касается коробки передач. Коробка передач здесь вариаторная, маркировка этой коробки TR690. Сам по себе вариатор весьма и весьма надежен. Вопросы могут возникать по соленоидам и по гидротрансформатору. Что касается соленоидов в гидроблоке, там периодически страдает обмотка самих соленоидов, то есть это заводской, можно сказать, брак. Соленоид извлекается, намотка осуществляется по новой и устанавливается на место, после чего вы продолжаете эксплуатацию коробки уже без каких-либо дальнейших проблем. Что касается момента с гидротрансформатором. Проблема здесь кроется в так называемой втулке бублика, втулке гидротрансформатора. Формально она представляет собой подшипник скольжения, имеет, собственно говоря, карболитовую втулку, по сути дела это достаточно скользкий пластик. Со временем появляется выработка и, как следствие, вал гидротрансформатора может подклинивать. Проявляется эта неисправность в виде периодической остановки двигателя. То есть, когда вы тормозите, автомобиль доходит до полной остановки, машина встает и глохнет. То есть, то же самое, как если бы вы пытались затормозить до полной остановки на машине с механикой, не выжив сцепление. Собственно, лечение данной процедуры сводится к тому, что необходимо вытащить гидротрансформатор, располовинить его и заменить саму втулку. Кто-то ставит туда латунь, соответственно, неоригинальную, и коробка после этого ходит дольше. Кто-то пользуется оригинальными запчастями, кто-то предпочитает поставить контрактный гидротрансформатор. После этого, как правило, про проблемы с коробкой на данных автомобилях забывают очень надолго. В целом же, присутствие вариатора в данном случае на Legacy это скорее благо, поскольку по сравнению с старинными четырехступенчатыми автоматами, вариаторная коробка в данном случае позволяет обеспечить очень-очень приемлемый расход топлива. В городском цикле данный автомобиль, имея объем в 2,5 литра, потребляет порядка 10-11 литров топлива на 100 км пробега. Ну вот в целом и все. Давайте перейдем к осмотру автомобиля на подъемнике. Итак, при осмотре Legacy либо Outback на подъемнике, да вообще в принципе любого Subaru, Forester и так далее, в первую очередь обратите внимание на двигатель как раз-таки на предмет течи. В основном, естественно, по понятным причинам видеть вы все это будете снизу. Соответственно, обязательно посмотрите, чтобы не текли прокладки клапанных крышек, чтобы все было сухо под лобовиной двигателя. И самое основное, обратите внимание на сухость стыков головок блоков цилиндров с самим блоком. Также обратите внимание, чтобы у вас не текли сальники приводов. В целом, забегая вперед, надо сказать, что с приводами на БМ-кузове каких-то особых головников проблем люди не испытывают. Вот, единственное, при тест-драйве не лишний будет, конечно, в любом случае прокатиться на автомобиле и в режиме газ в пол, и посмотреть на отсутствие каких-либо явно лишних вибраций при разгоне, что укажет на, в общем-то, отсутствие явных проблем с приводами. Далее, на что еще обращать внимание? Пару слов о рулевой рейке на Легасе в кузове БМ. Рейка рулевая здесь электрическая, что, в общем-то, хорошо, поскольку автоматически отпадает любая головная боль с подтекающими шлангами системы ГУР, с самим насосом ГУР и так далее. Рейка электро. Рейка на Легасе достаточно сама по себе надежна, но к пробегам порядка 60-70 тысяч километров она начинает постукивать. Но надо отметить, что в данном случае менять рейку целиком совершенно не нужно. Стучит она, как правило, по причине того, что прослабляется пружинка. Там есть такой поджимной башмачок внутри рейки, соответственно, и его пружина. Вот эти два компонента, они заказываются отдельно, можно заказать на экзисте, стоят они недорого. Соответственно, поменяли их и еще на 60-70 тысяч километров про стукив рейки забыли. Ну и если уж вы дошли до того, чтобы рейку снять, вскрыть и обслужить, заодно замените и втулку рейки. Сам механизм весьма и весьма надежен и служит очень-очень долго. Что касается передней подвески Легасе БМ, здесь использован Макферсон. Самым слабым компонентом передней подвески можно считать стойки переднего стабилизатора. Срок их жизни это 30-40 тысяч километров. Деталь недорогая, меняется просто, катаетесь дальше. Втулки стабилизатора живут дольше, где-то порядка 50-60 тысяч километров пробега. Ресурс амортизаторов близок к 100 тысячам. Сайлентблоки передних рычагов также способны выходить около 100 тысяч километров. Естественно, все будет зависеть от режима эксплуатации вашего автомобиля. Что касается задней подвески, в данном случае используется подвеска на двойных поперечных рычагах. Соответственно, достаточно большое количество сайлентблоков, ресурс которых также порядка 130 тысяч километров пробега до замены. Проконтролируйте состояние сальников приводов на заднем редукторе. Также автомобиль у нас полноприводный, поэтому посмотрите, проверьте на люфт крестовины кардана, карданного вала. Но забегая вперед, скажу, что разбитые крестовины кардана на Legacy встречаются достаточно нечасто из нашей практики. Что касается задних амортизаторов, так же, как и передний, ресурс порядка 100-120 тысяч километров пробега. Самое слабое место в задней подвеске – это все те же самые стойки стабилизатора задние. На BM-кузов они подходят с предыдущего поколения BLBP. Что касается системы полного привода Legacy BM, если у вас установлена вариаторная трансмиссия, как в нашем случае, то автомобиль у вас имеет привод АВД. Соответственно, в нормальных условиях при езде, например, по асфальту автомобиль практически переднеприводный. Около 90% крутящего момента уходит на переднюю ось. То есть, если система видит пробуксовку и необходимость подключить в работу заднюю ось, то это проделается посредством блокировки многодисковой муфты. Соответственно, плюс данной системы от Subaru в том, что муфта эта находится не в заднем редукторе, как у большинства автомобилей, где она лишена какого бы то ни было охлаждения, и ее можно быстро перегреть. В данном случае муфта находится в корпусе коробки передач, соответственно, как и коробка передач имеет охлаждение. То есть, данная муфта, она намного более долговечна, чем вариант с установкой вязкостной муфты в задний редуктор. Надо сказать, что даже при полностью заблокированной муфте на переднюю ось в данном случае у вас будет передаваться 60% крутящего момента. Соответственно, этот автомобиль всегда будет иметь по части управляемости характер ближе к переднеприводной машине. Ну вот вкратце и все. Какой общий вывод можно сделать по автомобилю Subaru Legacy 5-го поколения? В общем и в целом это достаточно интересное предложение на вторичном рынке. Данный автомобиль предлагает уникальное в своем роде сочетание большого просторного удобного салона седана бизнес-класса с всепогодностью. То есть, хороший полный привод, система действительно достаточно надежная. Для наших условий, в принципе, это очень даже неплохо. Плюсом данного автомобиля также является минимальный расход топлива при достаточной динамике и достаточных габаритах. Да, есть определенные нюансы в содержании данного автомобиля. Но, во-первых, предыдущий владелец вполне уже мог устранить все эти моменты до вас. Не лишь не будет уточнить это при осмотре, при покупке. А второй момент, если вы почитаете отзывы, то люди, которые купили себе и эксплуатируют эти автомобили, не очень-то торопятся от них избавляться. А это о многом говорит. Ну вот и все на сегодня. Всего вам доброго. Спасибо, что смотрели. Если наш обзор был вам полезен, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Пока.